Добрый воскресный вечер, девочки! Ну, мы закончили наше платье, закончили беготню по магазинам, заодно платье, как её назвать платье. Ну, такая трикотажная стильная вещица, мне кажется, очень интересно получилось, девочки. Вот, не скажу, что мне понравилась работа с кашкорсы, но если бы это был бы более такой, как вам сказать, мягкий, да, трикотаж, было бы вообще чудесно. Но, к сожалению, трикотажа мы сегодня, в общем-то, и не увидели красивого. Так что вот так вот, девочки, что ещё вам рассказать? Там очень буквально восприняли мои слова о том, что я не работаю с трикотажем. Трикотажных изделий у меня очень много. Просто раньше клиентам я больше шила, как бы, такие статусные вещи, а трикотажа много. И я даже на... Во-первых, если считать, что джерси – это тоже трикотаж, девочки, то... Из джерси у меня очень много своих платьев, и тебе шили из джерси, и джерси... Очень много у меня джерси, короче говоря, и на YouTube мы шили из джерси платье. Так что, девочки, с трикотажем я работаю, но не так часто. Я считаю, что покупать специальную машинку, вот распошивалку под... Если так вот редко шью, что, мне кажется, смысла нет. Ну, и, кстати говоря, я вам хочу сказать, была возможность у меня сравнить изделия, как шито из трикотажа, ну, вот как я шью, да, и на распошивалке. Ну, моё качество мне понравилось гораздо больше, девочки. Без ложной скромности скажу. Потом, что у меня ещё есть? Ой, ну, у тебя свитера были, и... Один свитер заносили, этот, Кашемирова, и заносили до дыр. Второй носит сейчас Люся. В общем, и в ленте у меня много изделий из трикотажа, девочки. Так, ну, что ещё рассказать? Ну, вот давайте покажем сблизи, что это вот. Она и сейчас серёжки в цвет подберёт. Вот такая вот вещица получилась, видите? Краили быстро, шили тоже быстро. В общем, а как будет носиться, не знаю. Я думаю, что ты не так часто будешь её носить, да? Почему? Да. Весна наступит, я её очень даже загашу. Ну, просто если подбирать под эко-кожу что-то, под блузку из эко-кожи, вернее юбку, извините, уже к вечеру заговариваюсь, то трикотаж – это как бы идеальная пара для эко-кожи. Вот сюда, что ещё сюда можно? Да ничего сюда не надо. Всё и так отлично, девочки. Так что очень мне нравится сочетание цветов. Очень нравится, девочки. Возьмите на вооружение, не обязательно шить, значит, вот именно такой комплект. Но цвета сочетать, мне кажется, стоит. Я даже не ожидала, как-то свекровь тебе сказал, что тебе зелёный не к лицу. Мне кажется, очень даже к лицу. Хотя это не чисто зелёный, это морской волны, прям идеальный. Вот сейчас на картинке точно отображается цвет. Вот, мне очень нравится. У меня ещё есть палантин такого цвета, так что можешь, когда замёрзнешь, так это палантином как-то… Небрежно. Да, небрежно укутаться в палантин. Так, девочки, ну что, мы сегодня не так много, да, снимали? Она, ты снимаешь там. Ничего не снимаю, я снимаю в кабеле, но это вот не статильный найдёт. А нам сейчас давай сделаем обзор ткани, который мы сегодня купили, и журнальчик. Да, мы сейчас сделаем обзор улова, журнал мы купили, как он называется, шопинг, да? Да, а вот экстра борда я даже не считаю нужным его обозревать, потому что, девочки, ну вот, извините за сленг, но полный отстой. Вот, ей-богу, так вот, я не знаю, где они, на турецком рынке, и то таких вещей уже нет давным-давно. Да, вообще не стоит внимания даже. Там одни только брюки для плюсов, но на картинке вроде бы нормально, ну а как дальше, не знаю. Ради одних брюк всё-таки время тратить на этот обзор я не стану. Ну, так, девочки, ну, из заказов хотела бомбер показать, но, наверное, это уже в следующий раз. Почему? Ну, ну... Как раз наберётся на 30 метров, да? Ладненько, девочки, если мы вам ещё не совсем надоели, то сейчас кое-что ещё сделаем, снимем, и будет вам чем развлечься. Ну и пишите в комментариях. Да, пишите, понравилась вам эта идейка. Девочки, ну, да. Ну, а ткань, значит, вот я попробовала каш-корсе, я буду иметь в виду, что, ну, как выглядит нормально, ну, как бы она жестковата, конечно, но и то к нам нравится. И беечка нравится, и как это выглядит, и, в общем-то, и шить на машинке вполне даже можно. Так, ну всё, пошли дальше снимать. Купили мы с Анаит такой журнал, называется Космополитен Шоппинг. Так, тут на обложке красивый жакет. Кстати, интересно, сделана шлица на жакете. Не знаю, видно или нет. Вот так наискосок и одна пуговица. На рукаве я имею в виду шлица. Так, вот какая-то такая деталька интересная. И уже изюмчик, одним словом. Так, что тут? А, вот он, этот жакет. Так, я же хотела показать образ, который мне понравился сразу. Где-то тут. А, вот он здесь, скорее всего. Ну да, вот обратите внимание. Анималистический принт или анималистичный принт. Грубые ботинки. Тут я не поняла, это платье, что ли? Ну, что тут? Ну, тут молния. Юбка, скорее всего. И вот такая романтическая боза с бантом, с большим, с валанами на рукавах. Очень красивый образ. Казалось бы, много всего, да, таких акцентов. Но смотрится классно. И еще немаловажно, что девушка рыжеволосая. Так, что тут еще? Ага, вот этот комплект. То есть предлагают альтернативу. Дальше. Что тут тоже что-то интересное, девочки. Ну, не разобрать. Ну, что-то красивый, глубокий синий цвет. Так, все красиво. Чем хорош этот журнал? Тут вот образ подобран. Брюки из эко-кожи. Такой верх. Ботинки, сумка. Все красиво. Так, ну, тут интервью интересное есть. Это можно потом почитать. Огонь. Вещь месяца. Ой, какой красивый красный цвет, девочки. Прелесть. Радикальный красный цвет. Мягкая итальянская шерсть. Слегка преувеличенные плечи в духе 80-х. Так, вот, пожалуйста, это Екатерина Климова, да? Свитер такой, как у меня. И это, а, это вот юбка по косой из атласа, да? Сатина плотного. Мы сегодня ткань купили на такую вот комбинацию. Ну, это, возможно, это и комбинация. Мне кажется, лучше комбинация решить, нежели вот эту юбку просто. Отлично. И обратите внимание, какие цвета сочетаются. Так, что тут у нас еще? Вот красивые осенние тона. Юбка, опять же, такого цвета, как у тебя, карамельного. Сапоги. И вверху из чебурашки такая куртка из меха искусственного. А, вот она, видите? Вот эта вот комбинация. Сейчас, девочки, последний писк именно на вот таких вот, как это назвать, цепочках, да? Изящных. На изящных. Кстати, мы можем тоже на цепочках. У меня вот такой нет, хотя что-то подобное есть. Так, ну, мы посмотрим дальше. Красивый серый цвет. Ставим на тройку. То есть, имеется в виду, что сейчас костюмы тройки на пике моды. Так, ну, тут обувь красивая. Вот. Ну, все образы красивые. Вот если вы не знаете, что с чем сочетать, не надо покупать дорогущие курсы у стилистов, купить журнал и следовать вот этим рекомендациям. Принт такой сердечки. Хоть и говорят, что банты старят, я не согласна. Так, вот красивый приспущенный. Наша любимая выкройка. И это что? Это такой вот жакет. Обратите внимание, тут высокая, высоченная манжета. Даже, можно сказать, почти до локтя доходит. При этом приспущенное плечо. Вот. И такой вот, ну, жакет, что ли. Красивый молочный цвет. Так. Вот она. Дубленка из такого меха. Искусственного, скорее всего. А может и нет. А, H&M, наверняка, искусственный мех. Ой, какой красивый цвет зеленый. Девочки, я вот впервые листаю с вами вместе. Красивый цвет. Это из шифона. Много-много здесь оборок. А здесь защипы разной ширины. Очень красивый цвет. Хочется лета. Ну, вот эти вот платья не уходят никуда. Я думаю, что... А вот, смотрите, цепь какая. Так. Золотая цепь на дубе Тома. Так, что у нас еще есть? Полоска. Опять же тут цвет Camel. Худи из трикотажного полотна. Кстати, вот такое трикотажное полотно можно купить. Очень много здесь интересного, девочки. Ой, Сюзи Менкес. Давно не видела ее. Так, это самый известный критик моды. Кстати, очень доброжелательная. Так. Про критику когда вспоминаю. Много-много мыслей есть по поводу критики, но я как-то отдельно в видео это все расскажу. Вот, смотрите, такое вот платье-жакет. Полозакругленные. Что здесь еще есть? Это цвет. Это галикозное расширение. И на моя тема к моде не относящаяся. Дальше что? О! Посмотрите, какое платье красивое, девочки. Ну, тут принт. Принт. Роскошный. Ну, возможно, это Диор. Я тут не вижу, что. Это Хлоя. А, Хлоя, да. Ну, тоже дорогая марка. Это наш любимый наверняка Макуи. Ну, да. Ну, тут чересчур, конечно, девочки. Но сама идея, сочетание. Вот такая лоскутная техника, да, пэтчворк что-то. Она хороша. Так, это все красиво. Бахрома остается в моде. И вот, обратите внимание, клетчатое пальто-халат с бахромой, которую вполне можно сделать самим. Вот такая вечная классика. Вот тут, видимо... А, ну да, бахрома. Тренд. Сорочки из эко-кожи. Вот такая вот юбка гавайская. Ее, оказывается, называют, когда вот порезаны на бахрому. Клинья – это гавайская юбка, будем знать. Вот, смотрите, крупная клетка, сочетание. Мне очень нравится это платье. Очень нравится обувь под него и сумка. Ну, в общем, все нравится. Ну, клетки я неравнодушна всегда. Ой, девочки, мы сегодня насмотрелись клетчатых брюк. Никто там, никто, ничего, никакие клетки не сочетает. Просто катастрофически не сочетает. Такое впечатление, что это нарочито сделано. Выбрать брюки, в которых бы сочетались вот эти полоски, практически невозможно. Так что везде и по боковым швам, и по центральным швам, полочке и спинке. Таких брюк нет. Все как попало. И, кстати, недешево все это стоит. Вот тут клетка. Вот этот мне нравится образ. Я давно его видела. Ну, да, маквейн. Кожа и клетка. Вот тренч. Обратите внимание, какой интересный у него рукав. Тут вот, поскольку из клетки видно, как долевая расположена. Просто прелесть. Кто это? Ламва. Ну, понятно. То есть клетка никуда не уходит. Клетки, кстати, почему-то мало шьют. Прозрачный черный. Ну, считает, что она увеличивает и так далее. Прозрачный черный. Очень много черных. Черных образов. Этот, он недорогой, этот журнал, девочки. Поэтому, если встретите, покупайте. Ну, тут очень много образов. Причем, видите, как много на одной странице. То есть экономно подошли к этому. Тут вот, что носить. Знаком зодиака, да, ну, не знаю. Стрелец. Я, например, свою помощницу Аню в таком наряде не очень представляю, честно вам скажу. Ну, козерог, это моя кума, тоже вряд ли вот с таким попком будет ходить. Так, дальше водолеи у нас, водолеев, нет? Ну, это шутка, девочки, шутка. Это все нас развлекает. А мне вот рекомендуется, поскольку я овен, носить вот такой комплект. Я не против. Обратите внимание. Вот как у меня разные пуговицы были в жакете, колхоз. А здесь вот разные вставки. Прелесть, почему нет? Телец тоже ничего. Так. Ну, вот это вот Шанель. Помните, четыре клапана? Это уже не свежая коллекция. Зато посмотри, какие сапоги. Рак. Ну, моя тема. Ну, почему не твоя тема? Почему очень даже можно? Ну, если я захочу такую короткую платье, ты меня сошьешь? Ну, если ты захочешь, ну, куда же я делась? Ну, бахрома. Ну, а почему нет? Ну, вот это то, что ты заказала. Ну, доча, ну, если колготки не телесные, а плотные, почему нет? Пока позволяет фигура. Ну, ну, что, что тебе почти сорок. Так, девочки. Ой, ну, а куда деваться? Надо вообще любить свой возраст. Любой. Я сейчас вспоминаю свои сорок. Ну, ты что, мои сорок, это класс. У меня такая стройная была. Я не страшно. Пусть. Не говори, ну, пусть. Девочки, Лев, посмотрите, какой элегантный. Мне очень нравится. Из кожи коротка и такие брюки широкие. Ну, я всегда любила широкие. И это очень нравится. Обратите внимание, вот эта строчка. Прелесть. А это что, комбинезон? Ну, это не моя тема. Я не доросла до такого еще. Так, весы. Ох, весы. Люся наша. Ну, Люся, что ж? Люся все наденет. Главное, чтобы я сшила. Скажем, Люся, ты знаешь, вот рекомендация носить тебе вот такие колготки полосатые с такими кроссовками. Интересно, как она среагирует. И вот такие вот. Что это, шорты, не шорты? Девочки, ну, тут, конечно, нагорожено. Ну, отдельно тренч, почему нет? Не обязательно с таким. Ну, вот мне нравятся тренчи, потому что вот классические тренчи, это уже у всех. А вот интересный тренч. Мне очень нравится. И сейчас он мой. Ну, анималистичный тоже принт. Не знаю, я всегда его любила. Никогда его не считала каким-то, как это сейчас называется, сексапильным. В голову даже не приходило. Ну, вот моя бабушка любила такой принт. Шубка у меня была такая. Причем тут сексапил? В детстве была такая шубка. И бабушка моя носила. Мы и слов таких не знали. Бабушка моя точно не знала такого слова. Вот обратите внимание, девочки, кейпы. Все-таки прелесть. Вот я еще раз убедилась, когда пришла моя подписчица, вот в таком, ну, наподобие из пальтовой ткани, как же это элегантно смотрится, когда вы можете себе позволить сапоги на каблучке. Машина. Машина. Ну, почему? Она на машине. Ну, я знаю. Отлично. Очень элегантно. Вообще такая сразу зашла. Леди-леди. Прелесть. Так, ну, тут вот меховые. Оказывается, меховые карманы никуда не ушли. Мама дорогая. Девочки, ну, вот ей-богу, не надо этого делать. Ну, я не знаю. И тогда, когда это было на пике популярности, мне это не нравится. Я выглядела. Ну, разве что. Ну, разве что руки греть. Знаете ли. Вот, когда ветер, я, вы знаете, все бы сделала себе. И чтоб грудь не мерзла, сделала бы на груди меховые. Меховые клапаны. Поехали в центр. Да холодно, девочки, холодно. Так. Ветер. У нас не так холодно, как противный ветер. Вот кардиганы. Ну, не знаю, девочки, кардиганы могут носить только те, которые вот высокие, стройные, такие уж очень модные девочки. В которых не заподозришь то, что вот она, ну, одевается так, да, место, да. Удобно, опять же, тепло. Вот ты тут здесь ходишь в кардигане? Да. Ну, вот удобно же. Ой, девочки, посмотрите, сколько здесь красоты. Ну, вот это вот, конечно, вот в этом наверняка не холодно. Тут мы с тобой даже вдвоем можем ходить, вот так обнявшись. Так, ну, эко-кожа. Смотрите, что здесь теперь. Платье из эко-кожи. Платье-рубашка. Тут наверняка платье-рубашка. Вот это вот любимая наша выкройка, девочки. По ней шейте все, начиная от, я даже сегодня видела на даме, у нее пальто. Вот так же, как рубашка, но пальто из пальтовки. Тоже классно смотрится, свежо. Обратите внимание, юбка из кожи наверняка. Да, ну да, скорее всего, манго. Хотя манго, девочки, юбка манго 3,299. То есть это эко-кожа. Эко-кожа и разрез. Но сделана имитация настоящей кожи. Вот если вы будете делать на эко-кожи много вот таких вот, кстати, моя ученица сделала брюки, и она отстрочила себе вот эти вот, Мария сделала. Да, очень красиво смотрится, ровненькая строчка, идеально. То есть если вы сделаете много вот таких вот швов, их отстрочите, это будет имитация настоящей кожи. Так что не бойтесь резать и отстрачивать. Обратите внимание, какое интересное платье. Ну, конечно, дизайнерское платье. Может быть, чего-то тут, что-то тут лишнее. Но вот эта вот деталь мне очень нравится. И сочетание. И сочетание цвета красивое, девочки. Юбка какая-то замысловатая. Ну, вот правильно. Если юбка замысловатая, то, ну, не скажешь, что тут лаконичная. Лаконичная водолазка, но из эко-кожи. Ну, вот это вот шок-шуально, как Бартан говорил в детстве. Шок-шуально. Так, ладно, это... Так, вот какая-то пара... А, это Сарик Андреасян и его супруга. Пара стильно одета. Ничего лишнего, всё. Всё минималистически. Красиво. Так, вот брюки из эко-кожи. То есть вот эта вот юбка, которая по косой кроится из атласа. Не уходит этот тренд. Правильно делают. И, видите, сочетают с чем? С такими вот сапогами, со свитерами. То есть она должна играть главную роль. Эта юбка. Так. Как с этим ботинки Челси. Так, это, наверное, тут не про моду. А как же паховая зона, зыбкая зона. Ай-яй-яй. Так, вот, смотрите, клетка красивая. Опять же, этот принт, питон, питон, полоска. Так, а, тут ещё много, девочки. Ну, этот журнал ничем не уступает вот этим дорогущим журналам. Так, красиво. Обратите внимание. Сейчас очень моти вот такие. Вот такие платья, да? Ну, их короткие, с таким плечом, с таким рукавом. Очень модно. Ну, кстати, у La Form. Да, да, у Софии много подобных. Ну, мы шили с тобой жакет, там можно по этой же выкройке шить платье. Девочки, там вот то, что мы на канале шили жакет из эко-кожи, по этой же выкройке можно шить платье из эко-кожи. Это вот выкройка от La Form. И будет вот самое модное. То есть эта мода никуда не уходит. Обратите внимание. Потом вот эти высокие пояса никуда не уходят. Так, кстати, твои туфли просто и само изящество на фоне этих. Мне нравится. Так, клетка и кардиганы. Вот что-то наподобие, что мы шили из твой кардиган. Из твида. Что еще тут есть? Ну, вот тоже мне и это все нравится. Все мне здесь нравится. Сказать, вот ничего нет такого, чтобы вызывало у меня отторжение. Понимаете, это не обязательно я на себя примеряю? Нет. Но я вижу, что кому-то это будет очень хорошо. А посмотрите, какой жакет красивый. Какой бесподобно красивый цвет. Я даже не могу его назвать. Это не красный. Как будто бы красному добавлен коралл. Бесподобный цвет, девочки. И обратите внимание. Ну, лосось, темный лосось, что ли. Очень красивый цвет. Кстати, в меру оверсайз. Нет, даже можно назвать свободного облигания. Что-то наподобие, что мы шьем в капсуле. Это свободное облигание. И не оверсайз, и не приталено. Обратите внимание. Вот хотя стилистов послушать, то это не в моде. А посмотрите, здесь шов идет. То есть это отрезной по талии. Очень красивая. Ну да, утрированная длина. Это не обязательно делать. Брюки широкие. Прелестный комплект. И тут есть изюминка, девочки. Вот смотрите, пуговицы разные. Я даже не знаю, это пуговицы. То есть здесь одна пуговица. Она шлица. Рукава. Какие-то вот типа украшения, что ли. Броши. Как броши разные. Пожалуйста, вот этот вот момент используйте. И будете просто супер популярны. Ой, на пике моды. Ну и естественно будете популярны. Так, дальше что тут. Вот эта блуза мне нравится. Тут сочетание, видите, мелкого горошка и покрупнее. Органза, шифон, прелесть. Так, ну опять глубокий синий, это тот же. Опять же, вот обратите внимание, такая деталька сделает. И видите, они продолжаются. Вот эти вот тоненькие лямочки. Может, у кого-то где-то в этой шкатулке с драгоценностями есть такая цепочка. Вот применяйте ее. Главное, чтобы она не царапалась. Тут же наша Маргарита Мурадова. В каких-то летних нарядах. Вот тут, девочки, мы сегодня прошлись по магазинам. Эти вот спортивные костюмы буквально во всех марках. Глаза хребитые и надоедает. А когда вспоминаешь, как них уютно, то прощаешь все. И зима не так страшна, когда у тебя есть такой костюмы, да? Девочки, смотрите, из-за как кожи не поняла, то ли брюки, то ли юбка. И вот этот интересный топ. Такой утрированно широкий рукав. Причем он широкий, видите, вот здесь, в нижней части. И тут еще и какая-то оборка. Ну, то есть что-то очень интересное. Но она как будто бы специально так стала, чтобы мы ничего не разглядели. Но очень красиво. Так, а сейчас можно посмотреть, что брюки, украшения Марк Энд Спенсер. Топ всего лишь навсего H&M. Однако мы такого не встречали сегодня там. Так. Тут как сочетать. Как сочетать и шифоновое платье, и тренч. Вот трикотажный костюм. Ой, сколько тут красоты. Так, девочки, ну все рассказывайте. Это будет бесконечное видео. Но я вам, короче говоря, советую купить этот журнал. Много тут идей. И вообще он какой-то такой, знаете, позитивно настроенный. Хочется листать, ждать весны, лета. Много интересного. Очень приятные глазу цвета. Так, а что тут? Ну, видите, тут один карман. Видимо, на второй не хватило меха. Вот один такой прям. Или сумка это, я не знаю, что это. Ну, то есть меховая отделка по-прежнему в моде. Но я бы не делала карманов из меха. А так, в общем-то, я тоже шью. Как вы видели в ленте с мехом. Сколько? Две уже есть. Два пальто я шила, короче говоря, за эту зиму. Так, девочки, ну тут пуховики всякие разные. Вот опять же пальто меховое. Много идей, много. Так, дальше пошла, видимо, косметика. Это не наша тема. Больше тут, по-моему, ничего нет. Ну, все, девочки. В общем-то, обозрели. Тканюшки сейчас покажем, какой у меня сегодня улов. Так, девочки, ну вот я вам покажу, что я сегодня, чуть не сказала, нарыла. Нет, не нарыла, ехала целенаправленно, потому что надо. Вот мои клиентки, моя любимая, одна из моих любимых клиенток ушла, скажем, от деловых костюмов. И теперь нужна более расслабленная одежда. Вот думали, думали. Ну, решили начать с бомберов. Вот такой вот крепдышин. Бомбер будет. Вот долго мы к нему подвязы искали. Вы знаете, масс, просто великое множество, ассортимент большой подвязов, но, как назло, ничего не подходит. Долго искали, в конце концов, нашли вот такой узенький довяз, подвязан, не знаю, как правильно. Вот. То есть бомбер из крепдышина. Это молния, это к нему довяз. Ну, вы увидите готовый результат в ленте. Я надеюсь, если я успею сфотографировать. К сожалению, в последнее время я едва успеваю, чаще не успеваю показать вам готовый результат. Так, ну вот это вот знаменитый принт. Так, это у нас в магазине Эрна есть. Так, дальше что у нас? Это у нас там же, опять же, сорочку, опять же, клиентки. Вот такой, ну, классический тринтермес. И мне это всегда нравилось. Мне кажется, он не устаревает, и он такой ненавязчивый. И самое главное, что очень приятный к телу. Дальше трикотаж, девочки. Сейчас вот я вам его расхвалю. И сама не успею купить. Прелесть, какой на ощупь трикотаж, это Верни. То есть он купонный. Это будет свитер, опять же, трикотаж. Вот смотрите, он такой слегка с ворс. Нет, это не ворс, это как вот ангора. Ангора, да. Вот, очень приятный к телу вот такой вот купон. Такие цвета красивые. Мы к нему с трудом, но таки подобрали. Это довязы. Вот, либо этот я буду делать. Тут придется его пополам. Либо этот. Вот хочу сказать, что это моя клиентка. Мы очень давно ей сшили. Вот из кашемирового трикотажа. Такой свитерок с отделкой из довязы. Она очень его полюбила. Вот заносила до дыр. И мы уже который раз повторяем. Потому что очень удобно носить. Выглядит вроде бы и так расслабленно, и в то же время, ну, можно сказать, элегантно. Либо вот этот вот я сделаю, либо вот этот. Так, разберемся. Дальше на сорочку. Обратите внимание, какой цвет. Я его обожаю. Этот цвет. Как его? Зеленое яблоко. Он, кстати, очень в моде сейчас. И это почти что цвет года. Вот это будет сорочка, скорее всего. Обычное, может быть, с какими-то... Ну, с каким-то изюмом. Дальше что? Ну, и обычный... Обычный шелк на чехлы под... Под разничное платье. Один, второе. А, это будет платье комбинация. То есть двое. Смотрите, какой красивый цвет. Кстати, девочки, это японский шелк. Он... Это полиэстер, по-моему, 100%. Но он очень хороший. Конечно же, он дороже, чем так называемый шелк армани. Но тот шелк армани, я вам не советую, который мы шили на канал. Это ткань, конечно... Ну, это был эксперимент. Надо было показать, как шить. Но вообще, если вы намерены шить, то лучше брать японский полиэстер. Он себя оправдает, нежели брать вот этот вот шелк армани, который искусственный тоже. Он называется громко, но качество ужасное. Так, ну вот наши... А твое где? А мое где? А, мой... Ну, это чехол всего лишь навсего. Ну, да. Ну, такой же только цвет. Я его уже повесила куда-то. Там тот же шелк. Тот же шелк японский. Это опять же верни. Искусственный, но качество замечательное. Вот смотрите, какой переливчатый. Хочу еще сюда свитерочек какой-нибудь. Да. Какой-нибудь связать, что ли, тебе свитерок? Ой, я бы с удовольствием, девочки. Раньше я себе могла позволить перед телевизором вязать все каникулы новогодние. Но сейчас это уже недоступная мне роскошь. Так, девочки, ну, все мы показали, рассказали, что могли. Значит, гобелин ты потом, да? Да, гобелин отдельный, иначе так будет. Так, ладно, девочки. Ну, все, да, все, что... А, я бомбер хотела показать, да? Ну, давайте еще вам покажу не совсем законченный бомбер. Ты же показывала его. Я показывала его только в начале. А сейчас я вам покажу, что уже есть. Так, девочки, вот это заказ. Он пока еще в работе. Устаю, переключаясь на другой заказ, потому что много тут всяких отстрочек. Это тофта, натуральная тофта. Натуральная тофта. Так, бомбер, обратите внимание, по выкройке почти джинсу. Джинсовой, да? Тут не совсем, не совсем воротник. Бомберовский такой вот отложной воротничок. Так, подкладка вискоза. Внизу вот такой вот пояс. Так, это все еще надо соединить, утюжить. Вот смотрите, какой интересный рукав я сделала. А здесь он такой плоский. А здесь резинка вшита. И вот так вот такие перепонки, да, отстроченные. Получается вот такой вот. Кстати, это модно сейчас именно, чтобы не трикотажный был довяз, а именно из той же ткани на резинку. И вот таким вот образом, чтобы она выглядела. Так, сказала все. Так, девочки, что еще? Что? Вот кокетка. Сюда я вставила кант из этой же ткани. Дальше здесь кант поуже, параллельно молнии. Так, это все еще не отутюжено. Все это на подкладке. Так, что тут еще интересного? Ну, он такой получился, не знаю, куртка, бомбер, ну, и под платье. Вот такое вот платье, футляр. Потом к этому же бомберу есть юбка однотонная, черная. И к этому же бомберу будут брюки. Ну, размер, видите, роскошный. Так, что вам хотела сказать еще. Это все из остатков. То есть, вот это осталось от платья. Это я добавила. Кстати говоря, я провела эксперимент. Я сделала из обычной тофты, сделала плащевку. То есть, обработала средством, как это называется, водонепроницаемым средством. Девочки, это, в общем, был эксперимент. Мне он удался. Я как-нибудь вам покажу, как я это делаю. То есть, если вы очень хотите куртку шить, например, из тофты или из какого-то другого шелка, ну, такой, не, скорее всего, тофта. Но вы хотите, чтобы она была непромокаема, это можно сделать. Так, ну что, девочки, вот показала, что у меня в работе очень много заказов, но все это висит. И я думаю, что когда дошью, я все-таки постараюсь показать. Там ничего такого сверхинтересного нет. Ну, такие вот добротные вещички, мне кажется. Красивый бомбер. Я от него уже слегка устала, мне он уже не кажется таким красивым. Может, я примерю его? Да, ну, ты в нем утонешь. Ну, хочешь, примерь, пожалуйста. Да, она ей сейчас примерит, и мы его сфоткаем. Девочки и мальчики. Ну, вот мы еще эту штучку, вещицу примерили с джинсами. Обратите внимание, тоже, по-моему, интересно очень. Да, вот такая туника с джинсами. И, опять же, джинсами, мне кажется, тоже идеально подобрать трикотажный компаньон. В нашем случае это вот эта вот штучка, вещица. Мне нравится. И хорошо, что мы разрезали здесь. Хорошо, что сделали, да. И, кстати говоря, с этими утрированными туфлями твоими тоже классно будет в стиле 70-х. Вот эти вот, да, классно будет. А они здесь, да? Их она отписала. Да. В общем, тоже вариант. Так, девочки, а ну-ка, руку в карман. Вот так вот, вот так вот для фото, девочки. Ну, мы сегодня, видите, какие-то игривые настроения. Люся не дождались, хотели снять это фото, что мы в капсуле сшили. Не дождались, к сожалению, там у нее тоже свои дела. Вот, но зато, зато примерили сколько образов. Сейчас мы еще бомбер покажем вам. Да. Девочки, ну а вот, Анаит примерила бомбер моей клиентки любимой. Я надеюсь, что она нам их простит, такую вольность. Вот, обратите внимание, ну, оверсайз получается на Анаит, да? И с водолазкой классно, девочки. Вот эти водолазки, о которых мы рассказывали, вот на мне такая. И на Анаит очень приятная, нежная, приятная. И цвет такой, ну, как это называется, базовый. Вот из тофты бомбер. Ну, куртка, можно сказать. Вот. Ой, я в эту тофту просто влюбилась, девочки. Я ее всю скупила, какая была в магазине. И вы видели меховую куртку. На меху я шила из этой тофты. И опять же экспериментировала, сделала из нее плащевку. Мне удалось. Ну, это очень долгий, нудный процесс. Очень опасный, требует, конечно, аккуратности. Поэтому, ну, я сделала, довольна. Ну, а вы, если будет такая нужда, и вы попробуете это сделать. Так, ну, давай я ближе тебе покажу. Так, вот он бомбер этот. Чем хороша тофта, девочки, что она, она сама же и утюжится. Да, вот он еще не утюженный. Ну, не сказать, что он прям мятый. Ну, то есть в процессе я его еще ни разу не утюжила. Вот только отстрачивала. Классная штучка, да? Ну-ка, покажи, как смотрится этот рукав. А то я придумать придумала, как он. Нормально смотрит. Классно, да? Девочки, смотрите, какой благородный цвет. Я не знаю, как назвать правильно этот цвет. Да. Какао или какой благороднейший. Это бархат и кружева, девочки. Но ее там уже нет. Я ее все забрала. Так, девочки, ну, что вам еще? Даже что-то я сегодня такая уставшая. Нет, уставшая, но в миру. Не хочется с вами прощаться. Я надеюсь, что... Ну, она и делает этот МК. Знаете, у нас еще возникла такая... Что у нас возникла такая идея? Что вот этот гобелен мы... Ну, вот у тебя будет стимул его доделать. Этот гобелен мы разыграем, конкурс устроим. И тот, кто победит, тот тому мы вышлем этот гобелен на память. Классная идея, правильно, девочки? Не знаю, как к Новому году успеем или нет. Ну, в конце концов, есть еще старый Новый год. Будем устраивать себе праздники, себе и вам, потому что жизнь продолжается, несмотря на всякие войны, пандемии. Мы должны все-таки радоваться хотя бы для того, чтобы у нас был иммунитет. Если мы все будем в грусти, в печали, в бесконечных стрессах, здоровья нам это не добавит, девочки. Поэтому все стараемся искать друг для друга только теплые слова, меньше критикуем. Больше думаем о хорошем. Да, больше вдохновляем друг друга. Это очень важно. Девочки, ну все, мы с вами прощаемся. Вот. Сколько успели, столько успели. Девочки, гобелен снимает. Да, снимаем. Пусть я считаю, что надо это сделать отдельным видео, чтобы вам легче было. И мне тоже. Ну все, девочки, мы вас всех любим, обнимаем, стараемся для вас. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok